Троицкая Слобода. Где-то сто лет назад она являлась вообще пригородом Рязани и была застроена преимущественно одно- и двухэтажными деревянными и каменными домами. С 50-х годов 20-го века ее, скажем так, историческая застройка постепенно заменяется на более высокую, и продолжается это до сих пор. Но даже до 20-х годов 21-го века часть зданий старой Троицкой Слободы дошло. Причем некоторые из них действительно имеют архитектурную ценность. К сожалению, все то последнее, что осталось от старой Троицкой Слободы, продолжают сносить. Совсем недавно, в марте-апреле 2021 года, было решено застроить участки Троицкой Слободы, где сохранились старые дома 19-го века. На их месте вырастут обыкновенные многоэтажки. Конечно, места там и так уже нету, все и без того застроено. И непонятно, какая будет нагрузка после того, как эти здания построят. На транспорт, на коммуникации, в конце концов, на школы и детские сады. Конечно же, у жителей близлежащих домов есть альтернативные предложения, такие как, например, организация зеленой зоны, вместо многоэтажек. Но городская власть эти предложения благополучно проигнорировала. И в конце апреля глава администрации Рязани Елена Сорокина подписала проект застройки, несмотря на то, что его вроде как отправляли даже на какую-то доработку. Так что тому, что вы сейчас увидите, скорее всего, осталось жить совсем недолго. Мне уже, на самом деле, подбешивает вот это вот застраивание всех клочков земли в центре города, при том, что есть сериальные места, которые лучше снести и не видеть. Да, добро пожаловать на цветной бульвар, как говорится. Тут какая-то гора. И что-то там какая-то крышка, будто бы дом. В общем, вот так это печально сейчас все выглядит. Дом-то, по-моему, только один остался другой. Но мы не удержались и забрались в итоге. Короче говоря, вот так выглядит нынче остаток цветного бульвара. То, что раньше называлось Троицкой Слободой. Забавно вдвойне, что в Минске то же самое есть тоже Троицкая Слобода, только она называется, естественно, их предместье. Вот. И оно выглядит гораздо лучше. А тут осталось, получается, шесть домов. Из них два нежилые. Ну ладно, если считать вот этот, по-моему, это дом. Может какая-то реально сервисная постройка, но явно тут давным-давно всякие тусовки были. Посмотреть. Всякие пивные кружки, говорю. Пробки. А так, ну блин. Самое интересное, тут даже видно, что обживается. И это то, о чем я и говорю постоянно. Вот смотрят люди вот на это, вот на это. Вот они все вот это вот смотрят. И говорят, а что это? Зачем нам это в самом центре города? Давайте снесем, поставим вот что-нибудь вот такое вот красивое. А потом что-то вот это вот такое вот красивое тут строят. Тут куча машин. Появляется и коллапс. Но самое печальное, как бы это были деревянные дома, но это же кирпичные. Они крепкие. Вот эти вот дома, их строили 200 лет назад. И они еще вот, они еще вот эти дома переживут. И вот этот. И уж тем более вот там, что на заднем плане, учитывая технологии строительства. Вот. Но... И это история. Но, блин, никому это не нужно. Пока что. Да, и при том, частный сектор еще иногда и разрастается. Заброшка. Скорее, недавно. Вот видишь, вам написали, заброшка, заброшка. Тут заброшка. Может, конечно, обманка? На окно. О, видишь, кто-то окно выломал. Там колесо лежит. Вход через окно. Обои, смотри, дом-то как будто недавно был. Да ты посмотри, оно видно, что недавно. Он сайдинг даже был. Но кому-то сказали, что он... Сейчас мы вам дадим квартиру где-нибудь в ДПР-7. Где-нибудь там за... Не, в Семчино. Прекрасно. В Семчино. Студия. Я блушевать не пережил. 20 квадратов. Это дом получше будет. Ага. Паук. Это, видимо, немцы писали. Паук. Вот так вот этот цветной бульвар сейчас выглядит. Это, по сути, проход. И все. И вот тут такие дома стоят. Шесть штучек. Вот тут, наверное, тоже какой-то дом был. Но уже долго его тут нет. Правда, вопрос, как долго? А он в той стороне тоже. Он маленькое, красивенькое здание. Мы сейчас к нему тоже подойдем. Наверняка тоже здание с такой историей богатой. Но мне вдвойне интересно, если они собираются тут все сносить. Вот там вот дом, вот этот вот. Новый дом. По-моему, даже еще в стадии строительства. С ним-то они что собираются делать? Или что у нас будет? Вот этот один дом и многоэтажечки. Глупость, конечно, странная. Но, извините, этот район уже давным-давно вовсю начали сносить. И, по сути, это очень маленькая часть того, что тут было лет 50 назад. Может быть, это и действительно так должен город развиваться. Саш, ну, посмотри. Наверняка, что тут тоже были все. Вот тут вот на этом месте тоже старые дома были наверняка. Тут вон. Все снесли, все перестроили. Но, блин, каменные дома жалко будет. Честно. Вот в этом здании располагается Министерство здравоохранения Рязанской области. Маленькое, красивое и, в общем-то, крепкое, но обшарпанное, скажем так. Но куда интереснее то, что находится с другой стороны дороги. А именно... Да. Очень, по идее, красивое здание. Но... Ему, мягко говоря, нехорошо. Это дом кого-то. Я сейчас не вспомню фамилию. У него на букву Б фамилия. Очень много в свое время про этот дом говорили. И он, по-моему, даже горел. Да. В таком грозном состоянии он реально долго пребывает. Ну, честно говоря, что-то воткнуть теперь на его месте. Как что? Пятерочка. А, точно. Как же я мог забыть? Мне кажется, на месте вот этого здания было еще несколько деревянных. По-любому. По-любому, да. Ну, так или иначе, даже этому осталось, скорее всего, недолго. А вон там тоже какое-то здание, смотри. Ну, еще в одном закутке нашли старый дом. Который тут явно до всех стоят многоэтажек. Ну, он знает... Ну, он знает... А, ну да, или два дома с двойной. Ну, 50 на 50. Вроде и деревянные, и вроде там такие наличники прям. А если вниз посмотреть, если вот так смотреть, то... Что, деревянный дом? Старый. Да, видно, что дом уже нежилой. Хотя бы, походу, многоквартирным. Но при этом табличка новая. Ну, и выглядит он тут уже несуразно. Вон, какое-то непонятное зафигачили. Вон там он тоже многоэтажечка.